Зовут начальника Херсон, да он как страшный сон. Друзья, всем привет. Ну что, Путину понадобилось больше ***. Этот день настал, и они занялись конкретно этим вопросом. Сейчас будут набирать по контракту, потом, возможно, какая-то очередная частичная мобилизация. И параллельно они уже готовят детей для мясорубки. Причем не только своих, но и захваченных в Украине. На самом деле тяжелое видео, но видео, которое нужно увидеть, и шокирующее о том, как, собственно говоря, Путин собирается кидать в эту *** все новых и новых людей, и для этого их нужно готовить, собирается он это делать прямо со школы. Сейчас обо всем подробно. Очень важно, чтобы такие видео получили распространение, чтобы как можно больше людей их увидело, и вы мне поможете в этом. Просто поставив подписку, лайк, шер, вы поможете тем самым вернуть украинских детей, украденных. И вот что может быть просто более жуткое, чем дети, которых забрали от их семей, от их родителей, и куда-то отправили. Как жить после этого родителям? Я, тут слов нет, ничего страшнее, военного преступления нет, это то, что совершает Россия, это то, что часть геноцида. Помогите нам с этим справиться, просто ставим лайком, шером, подпиской. Итак, появилась информация, что с 1 апреля Министерство обороны России хочет набрать новых 400 тысяч контрактников. Ну, понятно, для войны в Украине. *** надо больше. Параллельно, и Путин понимает, что они люди-то кончаются, а надо готовить новых людей. А где? В школах. И дети, и Путин начинают об этом говорить абсолютно открыто. Ну, местами это, конечно, комично, как он в Госдуме, они предлагают депутатам больше размножаться. Посмотрите на эти ***. Эффективность должна быть, в первую очередь, в отстаивании интересов наших граждан и страны. Все-таки это главный критерий оценки работы депутата. Начните с себя. Коллеги, вот каждый предлагает другим. Ну, вот у вас будет семеро, как у Кузнецовой, тогда будете предлагать. А так что? В общем, до конца срока полномочий как раз время есть. Да, ну, местами это уже совсем не комично. И в школах они продвигают эти темы. Ну, конечно, все под эгидой, что это спасти будущее, спасти самых детей. Вот послушайте, что Путин говорит, что это все для детей, собственно говоря. Для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности. Потому что противник наш, или, как я говорил раньше, партнеры, у них же одна задача. На предыдущие десятилетия, и в предыдущие десятилетия мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности. Создание условий для будущего развития страны и наших детей. Да, так а что же для детей? А для детей они готовят, чтобы детей учить воевать. В Мариуполе наших детей учат сбрасывать гранаты с дронов, пользоваться дронами-камикадзе. Против кого? Понятно. Посмотрите. Какую вы задачу сейчас выполняете? Бомбу очень больше. Так, а куда? Что там? Моббол. Это нет. Ребята обучаются пилотированию FP-дронов на симуляторе. Ну, первым делом это дроны-камикадзе. В Крыму они учат детей собирать, разбирать автомат, какие-то проводят игры, еще что-то. Посмотрите, как это выглядит. Оружие положить. Отлом. Раз, два, три, четыре, пять. Знаете, такое видео было «Найдитесь в отличие от Юга». Ну, сложно. Но Россия, собственно говоря, и есть террористическое государство, и детей туда же. Опять же, наших детей в Крым. Это не все. По всей России сейчас запущена целая кампания этих военных игр, метание гранаты, захвата флагов и прочего. И прочего, и прочего, и прочего. Посмотрите. Смирно, равнение на середину. Товарищ главный судья, команда «Зеленых» прибыла для проведения военно-спортивных игр. Игра состояла из пяти этапов, а в каждом несколько заданий. Например, ребята метали гранату в цель, искали мину на заснеженном поле, аккуратно переносили пострадавшего, а еще проходили полосу препятствий. Для самих школьников такие испытания – способ открыть новые способности и отлично провести время. Доходит до совершенно абсурдного, до маленьких крошечных детей, заставляет все это цеплять и нести эту порву. Посмотрите на такое. Боевой енот В общем, это, конечно, какой-то ужас и мрак. Иначе это назвать нельзя. Но отдельным преступлением, и даже Международный суд ГААГИ, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», готов начинать слушание следствия по двум делам. О разрушении гражданской инфраструктуры в Украине и о принудительной депортации, то есть похищении украинских детей. Потому что это действительно преступление из преступлений, самые жуткие военные преступления, какие только могут быть. Я сам знаю семьи, в которых бабушка с трудом, они не только сирот забирают, и детей просто из семьи. Там есть бабушка, а они говорят ребенку, там ребенок, у него мама вроде погибла в Мариуполе, и то до конца неизвестно, может, даст бог, она еще жива. Они говорят, твоя мама погибла, а мы тебе отдаем семью в России. Он нашел в Донецке, просто там кто-то, какая-то медсестра пожалела, попросил, в Вайбере написал, он знал наизусть бабушки номер, написал бабушке сообщение. Бабушка, живущая в Полтавской области, через Эстонию заехала в Россию, весь этот круг, и приехала в Донецк, чтобы забрать своего внука. И там на коленях стояла, и рыдала, и просила, и в конце концов она все-таки смогла забрать. А сколько таких, кто не смог забрать? По данным украинских органов, более 16 тысяч детей сегодня, это те, что точно идентифицированы, находятся на территории России и насильно туда перевезены. Они меняют их идентичность, а это и есть преступление геноцида. Сделать из украинских детей россиян. Вот какие, посмотрите, как они заставляют поднимать флаг, забыть родной язык, обманывают, учат их не той истории. Посмотрите, как это выглядит. Друзья, ну вот это и есть самое настоящее бинусы. Это и есть самое настоящее жуткое преступление, которое только может быть. Поэтому это империя зла. И эта империя зла должна быть разрушена и остановлена. Прямо сейчас я в комитете ПАСЭ, мы готовим доклад по этой теме, по принудительной депортации людей и, в первую очередь, детей. И мы будем на следующей сессии Парламентской Ассамблеи Света Европы в конце апреля делать срочные дебаты на эту тему, добиваться и остановить эту практику, вернуть наших детей. Остановить эту спираль зла, которую эта империя закручивает. А она иначе не может, эта империя. Ведь посмотрите исторически, в 2000 году они подавили окончательно Чечню, для того, чтобы нерожденные в 2000 году чеченские мальчики сегодня были в Украине и убивали украинцев. В 2008 году Абхазия, Южная Осетия, для того, чтобы Абхазы, Осетины сегодня были в Украине. И тогда дети, подростки, а сегодня уже молодые люди умирали на украинской земле и убивали украинцев. В том 2014 год, Крым, Донбасс, и вы видите, сколько они в Донбассе, там всех мужчин кинули в эту мясорубку. В Крыму, вон вы видели, я показал вам видео, как детей заставляют учить военному делу. И им так нужна была Украина, потому что это миллионы молодых людей, детей, подростков, которых можно превратить и кинуть, убивать. Поляков, эстонцев, литовцев, латышей, грузин, молдаван, мынов. Вот, собственно говоря, друзья, что происходит. И это нужно остановить. Помогите мне распространить это видео. Держим строй.